На международной конференции, посвященной 20-летию подписания основного многостороннего соглашения о международном транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия и 14-м заседании межправительственного постоянного секретариата ТРАСЭКа, организованной в Баку, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симоньян использовал международные мероприятия в качестве политического инструмента. Глава делегации Армении сказал в своем выступлении, что программа «Визита» не должна была включать посещение аллеи почетного захоронения. По его словам, на 13-й конференции в Ереване политические цели не были поставлены. Но я не могу сегодня не коснуться своеобразности некоторых мероприятий, включенных в программу. Речь идет о посещении аллеи почетного захоронения. Нам непонятно, какое отношение имеет ТРАСЭКа к этому и почему это посещение стало частью программы. Программа для участников 13-го заседания МПК в Ереване в прошлом году не содержала каких-либо тематических пунктов с политическим подтекстом. Хотя, полагаю, вам известно, через какие исторические испытания нам пришлось пройти. Мы считаем неприемлемым использование таких площадок для продвижения национальных и к тому же скорных нарративов. Министр экономики Азербайджана Микаэль Джапаров прямо на месте ответил на провокационные комментарии Армена Симоньяна. Не могу также не коснуться выступления коллег из соседней Армении. Я думаю, что отвечу на том же языке, на котором они коммуницировали свои мысли. Судя по всему, этот язык более понятен. Я понимаю реакцию. Я думаю, что нужно разделить на две части. Первая по сути и по содержанию того, что дает Трасика. И я хочу поблагодарить всех тех коллег, которые в своих выступлениях, мне кажется, достаточно убедительно, просто с цифрами и с разъяснением концепции того, что дает Трасика. Я думаю, что в каждой стране, каждому региону они ответили и выразили свое мнение. Я со своей стороны, как страна, отвечающая за организацию мероприятия, за программу, за культурную программу, считаю своим долгом, соответственно, больше остановиться на этой теме. Во-первых, я хочу начать с того, что я очень хорошо понимаю реакцию наших соседей, потому что все-таки они приехали из Еревана в Баку и своими глазами видят Баку. Я понимаю, что это не так просто воспринимать то, что они видят. Во-вторых, потому что мы предпочитаем конструктивный подход, но знаем, что деструктивный он более прост, он более разрушителен. И результаты, к сожалению, от разрушительной политики, в первую очередь, видны в соседней стране, которая изолирована большого количества проектов и загнала сама себя в тот транспортный тупик, экономический тупик, в котором она находится и, судя по всему, не хочет выбираться. В том, что касается программы, еще раз, для тех, кто не понял содержание фильма, 20 лет тому назад реализация, тот шаг, который сегодня сделал возможным существование этого проекта, программы, все те успехи, о которых сегодня говорилось, не состоялось бы без того стратегического видения, которое имплементировал, вел за собой, приглашал международных лидеров, глав государств, великий Гейдар Алиев. И, естественно, азербайджанская сторона при составлении своей культурной программы, юбилейного мероприятия, исходит из абсолютно понятных и принятых в каждом цивилизованном обществе аспектов отношения к той памяти тех людей, которые имеют неоценимый вклад в развитие всего региона. В том, что касается отношения в целом к памяти, то я думаю, что обратите внимание еще раз на центр вашей столицы, посмотрите на тот памятник, который стоит у вас, вспомните о том, что в следующем году будет отмечаться 75-летие победы над фашизмом, еще раз задумайте над тем, тем ли людям вы ставите памятники. А лично для вас, у нас, как в том самом фильме, индивидуальная культурная программа, я вас лично приглашаю посетить центр Гейдар Алиева, в котором демонстрируется выставка, посвященная истории города, в котором вы родились. Она была нам любезно предоставлена нашими грузинскими коллегами, грузинским музеем, в котором эта выставка находится на постоянной основе. Поверьте мне, вы узнаете очень много нового того, о чем вы не можете прочитать об истории Ереванского ханства, об истории основания города Ереванского ханства, исключительно в том случае, если у вас есть желание узнать больше о городе, в котором вы живете. Поэтому, в том, что касается каравана-трассики, он будет идти вперед, несмотря на все попытки к обратному. Еще раз большое спасибо. Также в конференции Троссека принимают участие 13 членов и должностных лиц из двух стран-наблюдателей и представителей международных организаций.